Куба конца февраля, начало марта. На острове Свобода еще звучала музыка, туристы наслаждались океаном и красотой. Уже активно мониторили ситуацию в мире. Спецоперация на Украине всколыхнула многонациональное сообщество туристов. Отдых жительницы Барнаула Евгений Даровской как раз совпал с известными событиями. К нам подходили люди польской национальности, которые довольно агрессивны. Но это исторически и географически сложилось. Естественно, они не понимают, что происходит в России. Говорят, есть две темы, на которые говорить глупо. Это религия и политика. И попробую поспорить, естественно, у вас начнется еще и междоусобная война. Поэтому я старалась, конечно же, не вступать в какую-то полемику. В полемику с иностранцами русские туристы старались не вступать. В этом не было смысла. Но если солнечный остров своей красотой подавлял негативное отношение к русским, то в некоторых других странах, к примеру, в Германии, неизвестные громили магазины с русскими товарами. Да и вообще к людям с русской фамилией отношение начинало резко меняться. Есть случаи, что людям с русской фамилией банки замораживали конту. То есть даже человек здесь жил уже лет 25, наверное, женщина, работала здесь и все, соответственно. И у нее заморозили конту и сказали, вы придите, покажите документы, на основании которых вам выдали конту. Дело все в том, что однобоко информация здесь подается. Как говорится, мозги засраны капитально тут. А вот житель Барнаула Иван Алексюк, который знакомит иностранных туристов с нашей страной, пока в общении со своими друзьями из Германии никакого напряжения не ощущает. Ничего не изменилось. То есть у нас, я для них как бы хорошо знакомый человек, поэтому они ровно относятся. Но все равно, то есть говорят, что повязка у них там сильно меняется. И вот люди, которые там не имеют где-то здесь именно друзей, знакомых, они могут думать иначе. В СМИ сейчас активно обсуждается, что в некоторых странах россиян притесняют, отказывают в работе, выгоняют из мест общественного питания, а в школах русских детей травят за происхождение. Уже некоторые зарубежные звезды осудили такое отношение к россиянам. А героиня нашего сюжета в очередной раз напомнила, что отношение к человеку не должно строиться на почве национализма. Когда, например, заболела моя дочь, у меня на тот момент закончились лекарства, я спасалась, я и моя дочь, мы спасались украинскими лекарствами. Потому что любая мама, которая слышит, а что с твоим ребенком, она бежит и говорит на мое. Я дома даже сохранила пакетик украинского лекарства, который теперь, я думаю, исторически у меня будет очень долго лежать, потому что везде есть люди. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.